Самый большой российский фестиваль «Гуляй город» посвящён одному из значимых событий российской истории – Младинской битве 1572 года. 20-тысячное войско Ивана Грозного остановило натиск крымско-турецкой армии, которая целенаправленно шла завоёвывать московское государство. Несмотря на значительное численное превосходство крымско-турецкой армии, противники бежали, а их армия понесла тяжёлые потери. Историческая реконструкция сражения XVI века прошла на месте событий – в Подмосковье, около села Молодя. Объединение армир уже не в первый раз приезжает на фестиваль. Первый раз я туда съездил вообще в 2011 году или даже в 2012. В прошлом году мы были, но и приехали в этом году. Фестиваль очень дружелюбный к участникам, но и с тех времен, с 2012 года, очень сильно вырос в размерах. Гостей фестиваля, посетителей, было порядка 26 тысяч человек. То есть уже больше, чем даже армия, которая там воевала. Фестиваль проходил два дня, на протяжении которых на поле разворачивалась масштабная Молодинская битва. Чтобы всё было точно и достоверно, более трёхсот реконструкторов со всей России готовились к событию, изучали историю, шили костюмы, изучали технику боёв, изготавливали оружие. Перед битвой между всеми участниками распределили роли. Армир в составе четырёх человек выступал на стороне стрельцов. В первый день действительно разыгрывался как раз сценарий Молодинской битвы, когда стрельцы и поместное полчение русское укрываются за щитами Гуляй-города, отражая атаки татар и османов. При этом активно работает артиллерия, пиротехники там каждый раз отрываются, пиротехники, насколько я знаю, с Мосфильма. Так что бабахает, дымит, взрывается всё прям по лучшему разряду. Во второй день было полевое сражение. На фестивале Гуляй-город работали интерактивные площадки, историческая ярмарка, мастер-классы. На сцене выступили известные музыкальные исполнители. По запросу организаторов, армировцы привезли на фестиваль пистолетный тир. Гости мероприятия могли пострелять из капсульных пистолетов, заряженных мягкими войлочными пулями. Сейчас наконец-то начинает торжествовать историческая справедливость, и битву при Молодях наконец-то вспомнили. Потому что во времена Романовых про неё молчали, поскольку это было наследие другой династии. Про неё не любили вспоминать. А советская история большого значения этому не придавала. В этом сезоне армировцы показали себя ещё на одном большом всероссийском фестивале «Времена и эпохи» в Москве. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.